В субботу Иванова отметит свой 143 день рождения. Праздничные мероприятия начнутся с самого утра и закончатся поздним вечером под залпы салютов. Мэр города и глава администрации созвали пресс-конференцию, чтобы рассказать о наиболее значимых мероприятиях. Будет интересен конкурс исторического костюма среди собак, который проводится впервые около цирка, который называется «Рука об руку из века вверх. Жили собака и человек». Поэтому майский день здесь нам приготовил сюрприз. Мы посмотрим, как он будет проходить. Нам будет, конечно, интересно. Здесь приглашены гости тоже. Основное мероприятие – это праздничное шествие, которое пройдет у нас с 11.30 на Шереметьевском проспекте. Шествие в этом году будет не совсем обычным. Горожанам присоединится еще и техника, а потому действие будет более зрелищным. Основные мероприятия пройдут на площади Пушкина, в сквере у цирка, на бульваре Какой и в литературном сквере. Горожане смогут на все не только посмотреть, но и себя показать. Можно будет поучаствовать в различных творческих конкурсах и спортивных состязаниях. Что скажет Бурылин, организаторы так и не пояснили. Загадочные плакаты висят по всему городу. По QR-коду, который располагается на этом плакате, можно считать специальную программу, потом считать QR-код и мы узнаем, о чем скажет Бурылин. Я сейчас не хочу рассказать обо всем. Грядущее торжество полностью организовано на спонсорские средства. 97 организаций поучаствовали в создании праздника. Стоит день города в этом году будет более 9 миллионов рублей. Проведение данного предприятия полностью проходит на небюджетные средства. И средства бюджета ни рубля, ни направленные. Это позиция главы города, это позиция администрации города, представительного органа, депутатов. О том, что такое общественно значимое мероприятие традиционное, оно должно финансироваться за счет только спонсорских средств. Глава администрации пообещал, что проблем с общественным транспортом в день города не будет. Все, кто захотят посмотреть салют, потом смогут беспрепятственно уехать домой. Перевозчики будут работать как минимум на два часа дольше обычного. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.